Как стать более расположенным к людям? Замечаю, что нет искреннего желания общаться с людьми. Особенно, когда все общение сводится к тем или иным формам пустословия, осуждения, идей или людей. Может быть, вам меньше общаться, стать более расположенным к людям? Может быть, вы просто устали от них? Я не знаю. С людьми общаться тяжело, работать с людьми тяжело. Это очень тяжелый труд на самом деле. Поэтому здесь может быть и фактор профессионального выгорания, еще чего-то. Тут надо смотреть, что это такое. Как корректно и без надменности дать понять собеседнику, не обижая его, что не люблю много говорить, тем более не по делу? Нормально ли это неразговорчивость? Да, это нормально. Без надменности дать понять собеседнику, не обижая его, что не люблю много говорить? Я как-то в каких-то своих видео рассказывал об этом приеме. Правда, я говорил там с противоположным знаком. То есть, как расположить, наоборот, себе человека и как вызвать его на откровенность, что ли. Это хорошо работает в общении с близкими людьми, с родственниками, особенно к детям по отношению. Это замечательно работает. Когда общаемся, нужно говорить о чувствах. О чувствах это очень важно. К примеру, условно говоря, приходит ваш ребенок со школы и говорит о том, что сегодня учитель была совсем злая и всем поставил неотпозаповедение. Вот он это сказал, допустим. Условно я сейчас просто выдумываю ситуацию. О каких чувствах здесь можно говорить? Спросите ребенка в этой ситуации. Было, наверное, неприятно ему. То есть, тебе, наверное, было неприятно, тебе не мостали по поведению. Спросите его о его чувствах. Тебя это сильно беспокоило или беспокоит? Ты расстроился из-за этого? Еще что-нибудь? Вот об этом спросите. И тогда ребенок почувствует, что вообще интересуется его внутренним миром. Спрашивает о его ощущениях, о его переживаниях. Он начинает говорить. И вот когда вы хотите с людьми общаться, заинтересованы в общении с ними, то вы этот прием используете. Это нормальный, даже не манипулятивный какой-то прием. Это просто нормальное общение. Когда вы говорите о чувствах другого человека, обращаете внимание на эти ощущения. Если же вы не заинтересованы в общении, то приходит ваш ребенок со школы и говорит, вот учитель сегодня была такая злая, 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 всему классу не по поведению поставила. А вы тогда скажите, да не переживай, все это ерунда. Все, вы обрубили все желание ему дальше о чем-то вам рассказывать. То есть, вы даете ему команду, не переживай. Вы оцениваете ситуацию, что этой же ситуации не стоит, чтобы за нее переживать. То есть, самая глупая, самая дурацкая позиция, которую только можно занять, вы ее занимаете и говорите, не переживай, бах-бах, все, и разговор окончен. Так что, если вы заинтересованы, вы говорите, действуйте так, если вы не заинтересованы, вы действуйте вот так, и все. И получается так, что вроде бы вы поучаствовали в разговоре, вроде бы вы даже что-то сказали. Иногда особо настойчивые люди начинают говорить, хотите, чтобы они от вас отстали, говорите, да ладно, не переживай. Он остановился, секунду подождал и поной, как будто вы ничего не говорили. Вы опять, только так, по-другому никак. То есть, эти фразы рубят разговор и останавливают собеседника. Других способов деликатно намекнуть ему, что вам не интересно, мне кажется, нет. Я, по крайней мере, не владею. Нужно же как-то лицо сохранить, да, и вроде как показать свою заинтересованность, в то же время отбить желание у человека продолжить разговор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА